Оживить общение на родном языке и заинтересовать подрастающее поколение. Региональное общественное движение «Извата» запустило проект «Родной язык. Основа духовности и культуры этноса коми-ижемцев». В течение года будут выпущены словарь, разговорник и обучающие пособия на диалекте коми-ижемцев. Благодаря стараниям активистов землячества на реализацию идей уже удалось найти средства. Из трех с половиной тысяч коми-ижемцев, проживающих в Ненецком округе, только 14% владеют родным языком. Именно данные последней переписи населения России легли в основу большой работы, говорит руководитель проекта и член землячества «Извата» Иван Рочев. По его мнению, ижемский диалект коми-языка нуждается в возрождении. Беда в том, что сейчас уже нынешнее поколение мам не знает родного языка, языка своих предков. Родители не могут передавать, как это в природе положено, свой язык детям. Отсюда у нас возникла мысль, что можно это сделать через печатное слово. То есть, создавая учебные пособия, книгу для чтения и таким образом оживить общение на родном языке. Сделать шаг на пути к оживлению родного языка Ивану Анисимовичу помогла компания «Лукоил». Ежегодно недропользователь отбирает лучшие социально-культурные проекты Ненецкого округа и Республики Коми, которые получают финансовую поддержку. Проект Ивана Рочева вошёл в семёрку победителей от Ненецкого округа. На издание словаря, разговорника, обучающего пособия и книги для чтения выделено 276 тысяч рублей. Составлять издание будут учителя и знатоки родного языка. Уже идёт работа над словарём, где литературный коми-язык переводится на ижемский диалект. На литературном языке они звучат совсем по-другому. А ижемский диалект, вот по ижемскому диалекту же мы будем работать. Там слова звучат совсем по-другому, вот я переводила. Например, вот на литературном «локтах» говорят, а у нас говорят «локты». Говорят на литературном «ныб», а мы говорим «ны». Новая литература пополнит библиотеку этнокультурного центра, который можно назвать главным хранителем наследия народов округа. В этом году отдел комикультуры совместно с Иктывкарским университетом провёл этнографическую экспедицию в Харивере. Результатом совместной работы стал сборник фольклорных текстов. Сохранение культуры коми проводится и в других формах. У нас клуб «Коми-Чукар», работает потом детская группа «Тинганец», коми-фольклорный ансамбль «Печерянка». И вот такие мелкие мероприятия мы проводим, которые у нас постоянно, это исследование рода, вечер портрет. В этом году мы говорили об Артеевой и Дарье Николаевне. Вот все родственники собрались, там ещё встретились те, кто даже не виделись, не знали, что они родственники. 200 экземпляров книг, изданных в рамках проекта, разойдутся по школам, клубам, общения и сёлам, где компактно проживают коми и женцы.